Добрый день и добро пожаловать в британский прайм-тайм. Сегодня среда. Это означает, что сегодня наш любимый генеральный директор приезжает, чтобы рассказать сообществу о том, что происходит в организации. И так, как вы знаете, филиал 30 отличается от других и разница в том, что здесь Чавес, а здесь Чавес. Спасибо вам, Грейс. Всем привет. Добро пожаловать на британский прайм-тайм и я надеюсь, что у вас у всех все отлично получается. Рад всех видеть. Хорошо, итак, я начну с хороших новостей и продолжу обновлениями, а затем мы ответим на кучу вопросов. Все в порядке. Итак, хорошая новость заключается в том, что все проблемы с лимитами, все просрочки, все другие проблемы, связанные с лимитами срочных займов, были решены. Пока я буду говорить, через пару минут приложение снова заработает со всеми исправлениями в базе данных. А пока я буду говорить и отвечать на кучу вопросов, вы можете пойти и перепроверить. И я надеюсь, что мы устранили столетное расхождение в лимитах. И я также объясню, почему это произошло и как мы можем предотвратить повторение этого события в будущем. И какой у нас есть четкий план действий, чтобы такого рода несоответствия больше никогда не повторились в нашей базе данных. Все в порядке, так что все в порядке. Итак, начиная с того времени, я думаю, четыре недели назад, когда мы переместили базу данных из Firebase. Я думаю, пять недель назад, когда мы переместили базу данных из Firebase в mangodp, сторонний поставщик баз данных. Затем произошло то, что стали возникать расхождения в лимитах, и мы увидели, что некоторые пользователи получили свои лимиты по-разному. Некоторые из них не исчерпали свои лимиты по срочным кредитам. Это означает, что некоторые лимиты не действовали всякий раз, когда они выдавали срочные кредиты, и некоторые люди сталкивались с тем, что у них есть лимиты. Они попадают в белый список, но иногда их учетная запись показывает, что они не включены в белый список. Таким образом, эти проблемы возникли из-за ошибки в базе данных, когда мы перешли от одного провайдера к другому. А затем, поскольку все это новое, я уже говорил вам, что существующих решений на рынке нет. Поэтому мы разрабатываем решения, мы создаем наилучшие возможные структуры таким образом, чтобы это могло стать номером один, масштабируемым номером два. Могу работать со всеми этими пользователями. Понимаете, могу беспрепятственно работать с этой огромной базой данных. Так вот в чем наша цель. Все в порядке. Для достижения этой цели мы создали нашу собственную настроенную базу данных SQL. Теперь все готово. Несоответствия были устранены путем запуска сценариев за последние 24 часа. Приложение DEP не функционировало, оно было переведено на техническое обслуживание. Так что же происходило? Итак, чтобы устранить расхождение в лимитах, нам потребовалось перевести DEP на техническое обслуживание, потому что в то же время мы запускали скрипты, существующую базу данных. И некоторые пользователи использовали свой флеш-кредитный лимит. Таким образом, в то же самое время, когда мы корректировали ограничения и сопоставляли базу данных, она постоянно менялась. Поэтому нам нужно было перевести приложение DEP на техническое обслуживание. В тот момент, когда мы запретили пользователям запрашивать кредит флес на пару часов, мы смогли получить конечную базу данных лимитов. И тогда нам было легко проверять и перепроверять, запуская скрипты, потому что после 18 февраля появились расхождения в лимитах, и именно тогда произошло большинство продаж. Таким образом, с того времени каждый день продавалось почти пять тысяч лицензий. Таким образом, база данных была огромной. Количество кошельков плюс количество лицензий, купленных этими кошельками, должны быть очень точными, потому что, если ЮНИС получит на одну лицензию меньше, он скажет, ну же, ну что, пойдем? Это 150 долларов с нулевой ставкой, и я не могу, я действительно не могу позволить себе потерять 150 тысяч долларов флеш-кредита для торговли. Потому что цель ЮНИС с помощью флеш-кредита в 150 тысяч долларов состоит не только в том, чтобы заработать один или два процента на флеш-кредите, но и в том, чтобы, как партнерский маркетолог, его цель – заработать 150 тысяч долларов флеш-кредита. Цель с помощью срочного займа в размере 150 тысяч долларов – получить 2 миллиона долларов продаж на стороне партнера. Потому что вы, ребята, да ладно вам, это больше, чем прибыль, которую вы когда-либо могли бы получить от срочных займов с использованием арбитража. Так что я это знаю. Чтобы исправить это, мы сделали все это, и теперь все исправлено. У нас есть неповрежденная база данных, и проблема больше никогда не возникнет, потому что теперь это пользовательский SQL. Так что, как и в случае с VR-Roll Satoshi, всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-либо ошибкой базы данных, мы расширяем серверы, мы расширяем базу данных. И иногда вы, возможно, сталкивались с тем, что веб-сайт иногда зависал из-за большого количества регистраций. Тогда мы уделяем немного времени, расширяем серверы, и снова запускаем прямую трансляцию. Так что теперь это выполнимо с помощью бумеранг с настраиваемой базой данных. Так что все улажено, потому что, я думаю, у нас больше не будет проблем с МФП. Итак, все это делается для того, чтобы обеспечить плавное внедрение минимально жизнеспособного продукта, к которому мы стремимся 5 апреля. И все, что касается разработки, уже сделано. Мы находимся на верном пути к внедрению минимально жизнеспособного продукта 5 апреля. Это всего лишь график внедрения. Это не график разработки. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что на этот звонок откликнулось всего 1000 человек, а это значит, что лицензий, которые мы продаем в эти дни, хватит на 2 дня. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что все руководители, которые вам нужны, очень точно сообщают своим командам, что фаза, на которой мы находимся, это фаза развертывания. Это это еще не стадия разработки. Это этап тестирования, верификации и развертывания. Разработка завершена. Теперь я расскажу о разработке, которой мы занимаемся прямо сейчас, и обо всех новых вещах, которые вы увидите. Помимо графика прошлой недели, который я привел, включая запуск МФП. Итак, для того, чтобы помочь, чтобы справиться с несоответствиями в лимите срочного займа и в будущем, если могут возникнуть какие-либо другие новые проблемы. Потому что мы никогда не знаем, что произойдет, верно? Могут возникнуть какие-то новые ошибки или проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Таким образом, мы также создали службу поддержки в DAP. Таким образом, к этим выходным мы расширим поддержку в DAP, чтобы в самом программном обеспечении внутри приложения была система продажи билетов. Так что ваши ограничения и проблемы, связанные с лицензиями, можно было решать отдельно, а не как раньше. ВОЗ – это модель партнерского маркетинга, при которой ваши комиссионные, ваш доход, ваши пулы, ваши клубы находятся в состоянии покоя. Так что не будет никакого смешения проблем. Поэтому все будет разделено. Таким образом, к этой неделе в бумеранге будет создана специальная система продажи билетов. Мы тестируем ее. Она уже разработана. Так что позвольте мне также внести ясность в этот вопрос. Я делаю это объявление, потому что она уже создана. Ее просто нужно развернуть и протестировать. Так что тестирование и развертывание не требуют тестирования сообществ, потому что это поддержка. Нам нужно провести тестирование и развернуть его. Как только мы закончим тестирование, мы развернем его и перед звонком в следующую среду, я появлюсь в любом Zoom в Prime Time Великобритании. И расскажу вам, ребята, о том, как это работает, или возможно смогу подготовить инструкторов, и они пройдут дальше, потому что в пятницу у меня встреча с руководством. Так что до пятницы, если у нас будет развернута поддержка, я проведу обучение лидеров рангов, а они будут обучать последующие команды. Итак, а также в соответствии с указанными сроками, бот уже готов, арбитром тестируется, все идет вовремя. Самое главное, что запуск МФП состоялся вовремя и в нужном русле. Все в полном порядке и в срок. Хорошо, так что просто проверьте приложение ДЭП. Позвольте мне получить обратную связь от технической команды. Если вы, ребята, проверяете, работает ли приложение ДЭП в режиме реального времени. Все возвращаются. Так что с минуты на минуту мы запустим приложение ДЭП в режиме реального времени. Хорошо, но это еще не прямой эфир. Все в порядке. Итак, как только ДЭП запустится в эфир, проверьте свои лимиты, вам нужно проверить людей, которые столкнулись с расхождениями в лимитах по срочным кредитам. Проверьте людей, чьи кошельки не были внесены в белый список. Как только вы это проверите, просто позвоните своему заявителю или отправьте смс-сообщение о том, что все в порядке. Если даже после этого обнаружатся какие-либо несоответствия, сообщите об этом на вышестоящую линию, они свяжутся с вами. Хорошо. С моей стороны, с технической точки зрения, мы запустили несколько сценариев, и я надеюсь, что проблем не возникнет. Людям, которые купили лицензии вчера, нужно немного подождать. Как только ДЭП выйдет в эфир, начнется внесение их в белый список. Хорошо. Так что людям, которые купили лицензии недавно, не нужно паниковать. Просто подождите пару часов, дайте приложению нормально функционировать в течение двух-трех часов, а затем мы начнем вносить их в белый список. Так что прямо сейчас, чтобы внести в белый список даже десять адресов, нам нужно всего два часа. Таким образом, это кластерный пакетный белый список. Так что это не проблема. Таким образом, команда устранила старые расхождения. Все в порядке. Теперь мы начнем продвигаться вперед в соответствии с графиком. Сначала тестирование бота, затем тестирование арбитром, а также тестирование альтернативного скрипта. У меня больше ничего нет. Мне есть чем поделиться, но я могу поделиться и с запущенным пользовательским интерфейсом. Прямо сейчас у меня с собой нет никакого пользовательского интерфейса. Как только у меня появится пользовательский интерфейс, я снова приду по вызову и расскажу, как он выглядит и каких изменений можно ожидать. Хорошо, так что мы также можем ответить на кучу вопросов. И я не отниму у вас много времени. Идите и делайте продажи. Продавайте, понимаете, увеличьте продажи. Осталось всего несколько дней до получения звания МФП, и мы готовы к полноценной работе. Хорошо, Грейс, мы можем ответить на кучу вопросов. Отлично. У нас есть профессор. Пожалуйста, продолжайте, отключите звук и задайте свой вопрос. Чавес, ты надерешь мне задницу, чувак, ты надерешь мне задницу. Привет, Грейс. Спасибо тебе. Какое потрясающее заявление было сделано. Чавес, вот вопрос, который я продолжаю задавать. Когда все эти люди будут заходить на сайт в поисках сделок на 1% или более выгодных, как мы сможем с этим справиться? Будет ли у нас достаточно ликвидности, чтобы реально получить те сделки на 1%, на которые мы нацелены? И люди смогут, чтобы получать действительно хороший доход, просто занимаясь торговлей. Определенно. Видите ли, с альтернативой через пару дней, когда будут введены альтернативные арбитражные скрипты, вы обнаружите, что существует от 10 до 15 пар, которые видны перед вашими глазами в режиме реального времени. Таким образом, если API-алгоритмы извлекают от 10 до 15 пар, в режиме реального времени, то вы можете подсчитать. Если 10 пользователей в режиме реального времени займут по 1 доллару с нулем каждый или по 2 доллара с нулем каждый, то такой объем может быть легко обслужен. Так что я думаю, вы можете заняться математикой. Верно. Большое вам спасибо за этот вопрос. Хорошо, Дарвин, пожалуйста, продолжайте и включите звук. Пожалуйста, позвольте мне просто убедиться, что мы понимаем, что вопросы будут ограничены этим обновлением, предоставленным ЧВСом, и никаких вопросов поддержки задаваться не будет. Если вы начнете с того, что скажете, у меня такая проблема, то я могу и не вмешиваться. Но в любом случае, Дарвин, пожалуйста, продолжайте и задайте свой вопрос, и ваше видео должно быть включено. Видео есть на ХВС, это потрясающе. Привет, Дарвин. Я здесь. Я начинаю стрелять. Да. 30 лет. Стреляйте быстрее. Я жду, когда BTC начнет стрелять. Я знаю, что я приглашаю свои лицензии с помощью BTC, они начинаются с узла. Так что это работает хорошо. Определенно. Так что я думаю, что через 34 дня мы найдем биткоин еще более быстрыми темпами. Так что люди, у которых нет даже небольшой суммы, просто покупают немного биткоинов и наслаждаются свободой. Да, так что у меня есть немного бумеранга. Я действительно отправил вам сообщение об этом. Я не знаю, хотите ли вы посмотреть на это в лицензиях. Так что насчет лицензии не беспокойтесь. Как только приложение заработает, вам, ребята, нужно будет проверить его еще раз, и вы обнаружите, что все несоответствия устранены. Если это не внешнее несоответствие, заключающееся в том, что кто-то ввел неправильный адрес и ожидает, что его внесут в белый список по правильному адресу, то техническая команда, знаете ли, не права. Да, они не могут решить эту проблему снова. Да, конечно. Спасибо. Да, все в порядке. Спасибо вам, Дарвин. И Мэтью, я думаю, Мэтью, у вас есть видеозапись. Мэтью, продолжайте, включите звук и задайте свой вопрос. Привет, как дела? Очень приятно познакомиться с вами, Чивез. Я являюсь крупным инвестором компании Дарвин. У меня есть куча бумерангов для моей семьи. И я также взволнован, потому что я купил банкноту, и с тех пор цена биткоина продолжает приближаться к 100 долларам, что очень интересно, не так ли? Из-за токенов вас. И одна из причин, по которой я купил ноут, заключалась в том, что я также мог свободно покупать больше бумеранг раньше. Ну, 3 икса все еще действуют. Но я купил его в конце января и просто надеялся, что его можно будет включить, чтобы я мог использовать некоторые токены для «Займитесь этим с размахом перед стартом». Да. Так что прямо сейчас команда разработчиков и даже служба поддержки занимаются всем, что связано с бумерангом. И мы. Мы не могли, я имею в виду, я не могу позволить себе тратить свои ресурсы на что-то другое. Но главное, вы знаете, мы полностью сосредоточены на дате МФП, поскольку развертывание очень важно. Так вот, речь идет о реальном рынке, и это не просто глупое программное обеспечение, которое можно просто развернуть и запустить в режиме реального времени. Чтобы вы поняли, просто наберитесь терпения еще на пару дней. И как только команда немного успокоится, я позабочусь о том, чтобы все ожидающие узлы были активированы и все они были настроены. О, конечно. Я просто надеялся получить эти деньги и использовать их для пополнения баланса. Да, я понимаю это. Это круто. Я ценю ваше время. Я с нетерпением жду этого момента. Я собираюсь заставить все эти узлы искусственного интеллекта печатать деньги за одну ночь или не узлы, а боты, верно? Да. И все эти счета-бумеранги. Это так захватывающе. Да. Спасибо вам, Мэтью. Спасибо вам. Я думаю, что у вас будет единственная автоматизированная торговая система, которая не будет приносить убытков. Это было бы невероятно. Да, это будет первая в мире автоматизированная система, которая приносит только прибыль, а не убытки. Это отличный вопрос. Спасибо вам, Мэтью, за это замечание. Давайте продолжим и обратимся к Джосиф Трану. Пожалуйста, продолжайте, включите звук и задавайте мне вопросы. Как у вас дела? Привет, привет, братан. У меня все отлично. У меня все отлично. Как у вас дела? Все хорошо. Все хорошо. Да, так что слушайте, у нас есть вьетнамская команда, которая просто взрывается. Они добились невероятных успехов всего за несколько недель. Завтра лидер соберет более 700 человек на масштабную экскурсию, и я хотел, чтобы вы побыли там всего 5 или 10 минут. Как вы думаете, это возможно? Да, да. В котором часу? Не могли бы вы сказать мне, который сейчас час? Я думаю, что уже пора. Так ли это было? Я пришлю вам сообщение о точном времени завтра. Обязательно. Да, потому что у нас есть рекламный флайер. Мы уже сделали рекламный флайер с вашим изображением, так что мы подготовились. Хорошо. Я буду там. Никаких проблем. Все в порядке. Все в порядке. Второй вопрос. Когда мы начнем голосовать? Когда начнется голосование? Так что давайте запустим приложение Let the Depp в прямом эфире с МФП, и тогда мы сможем запустить кучу обновлений и знаете изменений в бэк-офисе ВОЗ. Так что в бэк-офисе ВОЗ будет механизм голосования. Разработка уже началась, но идет немного медленно, поскольку все лучшие разработчики задействованы в развертывании бумеранг. Так что вы можете рассчитывать на то, что после получения статуса МФП, механизм голосования будет использоваться только в бэк-офисе. Таким образом, каждый раз, когда мы принимаем решение, мы будем видеть всплывающее окно в бэк-офисе ВОЗ, и вы сможете проголосовать. Большое вам спасибо, Джозеф. Бри, пожалуйста, продолжайте, включите звук и задайте свой вопрос. «Привет, Брэнд, как дела?» «Все идет довольно хорошо. Я отправила вам почтовую марку. Вы пришли сразу после мамы. Вам нужно взглянуть вот на это. Но это не мой вопрос». «Хорошо. Мой вопрос имеет отношение к делу, и я думаю, что вы, возможно, уже ответили на него, но я просто хочу внести ясность. Вы внесли некоторые коррективы для двух человек в команде, где они ввели имя пользователя, а вы перенастроили и ввели адрес их кошелька MetaMask. Но это все еще не изменилось. Было решено. Это что-то, что будет решено в результате всего, о чем вы сегодня упомянули?» «Так что нет, это все делается вручную. Запрос, который вы пытаетесь сделать, будет выполнен вручную, понимаете, с поправкой. Вот так». «Вы действительно это сделали, но, по-видимому, у вас ничего не получилось. Вот почему я это сказала». «Так что мы можем сделать то, о чем Брэнд говорил в пятницу, созвонившись с лидерами, мы можем обсудить это и просто быть готовыми к получению информации». «Хорошо, очень хорошо. Спасибо вам. Я ценю это. Спасибо». «Спасибо вам, Брэнд». «Все в порядке». «Милорд». «Кайл?» «Нет, нет, нет, Милорд». «Все в порядке. Спасибо вам. Милорд, так и есть». «Это мой любимый напиток». «Пожалуйста, продолжайте. Включите звук и задайте свой вопрос». «Боже мой, Грейс, ты совсем забыла обо мне. Я была следующей парой. Спасибо, что согласились встретиться со мной». «Милорд, продолжайте и задавайте свой вопрос». «Хорошо, давайте проверим, не так ли?» «Вы уже упоминали об этом раньше, но я не совсем ясно выразилась. Просто для проверки вы сказали, что всем людям, которые внесены в белый список, но еще не попали в него, пришлось подождать». «Это верно?» «Потому что я могу помочь людям купить лицензию 22, 23, 25, 26 числа, и они все еще ждут». «Это лодка». «Вот так-то». «Все, да, все уже улажено». Итак, люди, которые покупали лицензии с того дня, как мы начали и до вчерашнего дня, все ограничения и несоответствия были устранены. Они находятся на правильном пути в базе данных. Как только приложение заработает, примерно через 30 минут или около того они смогут проверить». «Потому что вчера мой сотрудник из Далласа все еще звонил мне и сказал, что они проверили баланс, который не отображается. Ну, вы понимаете». «Вчера он был на техническом обслуживании». «Все в порядке. Спасибо вам». «Вы проводите тестирование Боуда». «Прошу прощения». «Мы все еще работаем на тестовой версии, не так ли? Именно так мы проверяем, является ли учетная запись действительно или нет, верно?» «Да, да, вы можете проверить». «Хорошо, я скажу своей собаке, что проверила, потому что некоторые люди спрашивают меня, почему, почему, почему. Вы знаете, что этого нет в списке, так что я приду сегодня, чтобы поговорить с Шеви. Спасибо, что ответили на мой вопрос. Спасибо вам». «Рад это слышать». «Благодарю вас, милорд. Благодарю вас. Отличный вопрос». «Пожалуйста, продолжайте и включите звук. Это так». «Привет, шоу. Так что он будет здесь. Надеюсь, у тебя все хорошо, приятель. Честно говоря, пару недель назад, когда я был в Дубае, я получил бумеранг. И я действительно спросил Шохана. Именно Йохан представил меня, когда я был в Шохане, я нахожусь в Дубае. Вы знаете, это возможность встретиться с Чевесом, потому что я сам был прямо там. Но, к сожалению, я собирался уехать через 48 часов, так что у меня не было возможности. Так или иначе, мне было приятно узнать об этом проекте. Я действительно в восторге от него. Мой вопрос в основном касается долговечности проекта. «Как бы вы обеспечили долговечность проекта с помощью лимита срочного займа? Потому что то, что вы делаете, это здорово. И все будет выглядеть так буквально через 3-4 месяца начнется лесной пожар, к которому присоединятся миллионы и миллионы людей». «И когда мы говорим о поставщиках ликвидности для срочных займов, я имею в виду, что у них может наступить момент, когда они могут достичь своего предела, верно? «Так как же нам? Как бы вы хотели обеспечить долговечность проекта? Мне кажется, что он должен продолжаться по крайней мере 5-6 лет, если не больше, если в этом есть смысл». «Да, определенно. Хорошо. Итак, если говорить о начале работы с ликвидностью с нуля, когда мы видим поставщиков срочных займов, протоколы, протоколы ДФИ, которые предоставьте нам ликвидность для получения срочных займов. В настоящее время мы используем систему О, объем ликвидности которой составляет около 17 миллиардов долларов. И поскольку рынок развивается быстрыми темпами, только у нее будет около 50-60 миллиардов долларов ликвидности, которые будут в нашем распоряжении для предоставления срочных займов. И это только один из них. Итак, к чему мы стремимся, так это к тому, что через пару недель мы начнем интегрировать Gradient Dix Uniswap. Таким образом, наличие у нас 5-6 поставщиков срочных займов, то есть поставщиков ликвидности, легко даст нам доступ к рыночной ликвидности в размере, как ни странно, от 90 до 100 миллиардов долларов. Так что это будет масштабно, и срочные займы – очень красивая концепция. Когда вы берете взаймы, деньги возвращаются к источнику, а когда вы берете взаймы снова, деньги возвращаются к источнику. Таким образом, распоряжаться ликвидностью легко, она возвращается и возвращается обратно. Таким образом, это похоже на бумеранг. Да? И еще один вопрос, связанный с этим. Поскольку к нам присоединяется все больше и больше людей, будет ли когда-нибудь ограничено количество участников? Нет, нет, нет. Позвольте мне рассказать о красоте, долговечности и масштабируемости бумеранг как инструмента. Таким образом, мы также предусмотрели то, о чем вы думаете. Мы также думаем, как пользователи, и мы также думаем, как о точке насыщения, где будет очень много пользователей, и это потенциально может привести к насыщению как продукт. Хорошо. Итак, чтобы сделать это, чтобы вы знаете решить проблему потенциального насыщения. У нас есть я, знаете ли, создавал дорожную карту различных продуктов, которые могут быть развернуты на бумеранг, как сам инструмент. Таким образом, арбитраж это всего лишь один из способов использования срочных займов. Есть еще несколько вариантов использования, таких как торговля ликвидностью, а также само предоставление ликвидности. Таким образом, в бумеранг могут быть побочные продукты, в которых сообщество, более крупное сообщество, может участвовать одновременно. Так что, хотя некоторые люди, скажем так, когда я говорю некоторые люди, с которыми я общаюсь, я имею в виду миллионы пользователей. Всякий раз, когда появляется продукт DeFi, использующий технологию блокчейн, миллионы пользователей – это ничто. Если речь идет о централизованном финансировании или о продукте Web2, миллионы пользователей – это большое число. Но когда речь идет о Web3, миллионы, два миллиона, пять миллионов, десять человек, десять миллионов человек – это ничто. Таким образом, когда эти небольшие группы пользователей, от четырех до пяти миллионов, используют бумеранг и занимаются арбитражем в нескольких сетях. Обратите внимание, здесь несколько сетей. Давайте предположим, что в одно и то же время десять человек совершают транзакции на бумеранг, а еще от десяти до пятнадцати занимаются арбитражем в нескольких сетях. Кто-то работает с Ethereum, кто-то с Arbitra, кто-то с BEMP. Кроме того, в нашей сети также есть смарт-сеть BTC-20, которую мы планируем развернуть на бумеранг также в качестве сети. Таким образом, всякий раз, когда существует несколько сетей, могут существовать миллионы пользователей, которые могут заниматься только арбитражем. А затем будут масштабные мероприятия, называемые торговлей ликвидностью, использующие кредитное плечо с предоставлением ликвидности, в рамках которых вы можете стать поставщиком срочных займов для пула ликвидности, который мы можем организовать как сообщество с доходом доу. И это более масштабная игра, в которую мы можем вступить как сообщество, когда у нас будет от пяти до шести миллионов активных участников. Всем пользователям не потребуется много времени, чтобы внести по тысяче долларов каждому и создать большой пул ликвидности, это само по себе генерирует деньги. Потому что каждый пользователь, получающий мгновенный кредит, платит комиссию, связанную с этим. Таким образом, также существует дорожная карта, которая предусматривает будущее бумеранг как инструмента, который определенно более масштабируем. И в котором есть филиалы, в которых база пользователей разделена, а их внимание распределено. Спасибо вам. Давайте продолжим и ограничим все вопросы одним вопросом. Поднято так много рукавов. Большое вам спасибо. Король, не могли бы вы включить звук и задать свой вопрос? Розовый? Да, да. Привет, как дела? Спасибо вам. Отлично. Спасибо вам. Хорошо, очень хорошо. У меня есть один вопрос. Я просто хотел бы узнать, не могли бы вы очистить его, потому что я хотел перенести его в свою загрузку. Итак, 5 апреля мы начинаем запуск МВ, да? Да. Хорошо, так что после этого нижестоящая компания или кто бы это ни был, они не смогут получить еще один бумеранг. Они могут купить лицензию, они могут купить лицензию, но они не будут внесены в белый список до тех пор, пока мы не проведем КО. Таким образом, произойдет событие генерации токенов, и тогда они начнут. Таким образом, их лицензии можно купить точно так же, как вы покупаете лицензию, и вы попадаете в белый список с ограничением на бета-тестирование, а ваш основной фактический лимит все еще находится на рассмотрении. Таким образом, их лимит будет отложен, и они даже не получат лимит на бета-тестирование, они просто подождут. Хорошо. Так вот, так вот, почему эти двое соединились, например, почему они не могут им воспользоваться. Вот почему мы должны это сделать. Хорошо. Это то, что я должен им объяснить. Хорошо, хорошо, я объясню это вам. Итак, вся эта структура, которую мы построили, является утилитарной. Это ведь продукт, не так ли? Это утилитарная система, и на рынке доступны удивительные токеномики. На рынке представлено так много удивительных продуктов, основанных на полезности. Так что это тоже один из них. И для нас это возможность привлечь капитал на миллиард долларов с рынка от инвесторов. А затем наша цель – внедрить токен в смарт-цепочку BTC20, с которой все началось. Таким образом, общая картина заключается в развитии и расширении экосистемы, с которой мы запустили смарт-цепочку BTC20, и росте ТК как монеты. Где нет такого варианта использования, как биткоин, но цепочка эта, знаете ли, бесплатная и в изобилии позволяет приглашать больше продуктов и проектов для включения в список. Значит, бумеранг – один из них. Спасибо вам. Клэр, не могли бы вы включить звук и задать свой вопрос? Привет, я Чивёс. Большое вам спасибо за эту замечательную возможность. Несколько человек из нашей команды спрашивали, как можно децентрализовать ВОЗП и подать документы в такое правительство, как… Все в порядке, она снова отключилась. Хорошо, включите звук Клэр. Я ответил на ваш вопрос. Хорошо, итак, ВОЗ теперь является децентрализованной автономной организацией, где вы, ребята, называете меня генеральным директором, но я больше не генеральный директор. Как только у вас появятся жетоны для голосования, жетоны для управления, вы все станете генеральными директорами этой компании, которой мы управляем вместе. Таким образом, каждое решение, которое я принимаю, мы все принимаем вместе с помощью токена децентрализованного управления с механизмом голосования. А принцип децентрализации прост. Компания DAO, зарегистрированная в Соединенных Штатах, может быть зарегистрирована в вашей юрисдикции, а также во всех юрисдикциях по очереди. Я уже подал заявки еще в пяти-шести странах. Моя команда приступила к обработке заявок. Поэтому всякий раз, когда есть организация, есть юридическое лицо, зарегистрированное в определенной юрисдикции. И это юридическое лицо управляется голосами группы людей, у которых есть токен управления. Это означает, что это и есть настоящее определение нашей децентрализованной автономной организации. Таким образом, мы являемся по-настоящему децентрализованной организацией, которой управляем мы, а не только я. Таким образом, технология может управляться технической командой, которая находится под моим контролем, но вы все являетесь инвесторами. Если вы все возьмете себя в руки, я не буду разбираться в технологиях, верно? Так что все дело в сообществе. Но в то же время я пытаюсь создать смарт-контракт, на основе которого вся история партнерского маркетинга может быть перенесена на смарт-контракт на смарт-цепочке BTC20. И мне больше не придется нести бремя даже по запуску технологии. Итак, через пару месяцев мы запустим смарт-контракт, который будет управлять всей экосистемой партнерского маркетинга в Адепт, и это будет означать, что мы также являемся таши, управляемыми всеми вами, генеральными директорами или как вы там себя называете. Спасибо вам. Дай мне чаю. Дай мне. Да, я. Как у вас дела? Все хорошо. Вы меня слышите? Да. Да. Как у вас дела, Диа? Хорошо. Как у вас дела? Хорошо. Рад вас видеть. Так, не могли бы вы объяснить, почему это так? Кто-нибудь тоже это замечает? Определенно, определенно. Я не думаю, что кто-то это заметил. Это хорошее наблюдение. Именно потому, что скрипты определены с определенным процентным соотношением, они предоставляют ограниченное количество прибыльных возможностей с различных бирж. Таким образом, если скрипты не определены с заданными параметрами, то будет 100 пар, приносящих вам прибыль, и ни одна из них не будет успешно выполнена арбитражный процесс. Таким образом, проверка – это не просто получение прибыли. Проверка связана с проскальзыванием ликвидностью, ну, вы понимаете, с влиянием на книги заявок на биржах, с влиянием на цену, со всем остальным. Итак, скрипты настроены на то, чтобы прибыльные пары находились в диапазоне от 0,6 до 1,171 – 31,8%. Эти скрипты уже запущены. Будет задействовано еще больше скриптов. Там будет другой набор прибыльных пар. Но на данный момент текущие запущенные скрипты на стадии бета-тестирования ограничены, чтобы обеспечить эти прибыльные возможности. Спасибо вам. Все, пожалуйста, если на вопрос, который вы задаете, уже был дан ответ, пожалуйста, опустите руку, так как поднялось много рук. Пожалуйста, не забудьте опустить руку, если вопрос уже был задан, и на него уже был дан ответ. Грейс, я отвечу на последний вопрос доктора-евангелиста. Хорошо. А затем мы закончим и попросим всех вернуться и проверить ДИАП. Проблемы устранены, и просто сообщите об этом вашему устройству, вашей сети, что ваша проблема устранена. Мы перепроверили Иван. Так что после повторной проверки отчеты действительно положительные, и никаких расхождений обнаружено не было. Так что да. Хорошо, давайте ответим на этот вопрос. Здравствуйте. Это просто потрясающе. Вау, вау, вау. Большое вам спасибо, Джавс. Почему именно я? Почему именно я? Спасибо вам. Большое вам спасибо. Правильно. Я обращаюсь к вам из Африки, из Южной Африки, из Кейптауна. И я просто хочу сказать, эй, чувак, ты хорошо начал с того, что у тебя была группа лидеров, с которыми вы вместе начинали разработку, и они так сильно верят в тебя. Я говорю вам, что в течение последней недели, точнее двух недель, было слишком много сомнений и негатива по отношению к вам как к личности. Но такие люди, как Шантел, Дэвид и другие, продолжали говорить, подождите, это будет продолжаться и дальше. И так как лидер, вы хорошо поработали, воспитав других лидеров, которые находятся рядом с вами, которые поддержат вас, когда придут новые люди, такие как мы. И у нас появятся некоторые сомнения. Так что это был всего лишь комментарий. Просто чтобы оценить ваше лидерство. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Но у меня есть вопрос. Не закрывайте, пока я не задам свой вопрос. Да, мой вопрос, Чавес, заключается в том, что вы помните, что обещали нам, что наступит время, когда мы выберем пару. И тогда искусственный интеллект выдаст нам список пар, из которых нужно выбрать номер один. Во-вторых, когда вы привезете бота 18-го числа, сможем ли мы задействовать его, купив или арендовав. А перед ним мы увидим производительность бота, чтобы сравнить нашу собственную торговлю и торговлю в боте. Извините, это Грейс. Возможно, я задал два вопроса. Спасибо вам. Все в порядке, это потрясающе. Отличные вопросы. Позвольте мне прояснить ситуацию. Итак, во время телефонного разговора в среду на прошлой неделе, я изложил весь график внедрения бота, вместе с альтернативными арбитражными скриптами, в которых вы вводите сумму, а затем выбираете актив, после чего запускаются скрипты. Таким образом, сроки уже определены. Просто зайдите на официальный телеграм-канал, там вы найдете всю хронологию событий. Также вместе с ботом. Таким образом, мы еще не определили стоимость бота, подписку на бота. Мы создавали бота не для того, чтобы по сути продавать его, а для того, чтобы позволить ему работать, протестировать, а затем запустить. Давайте посмотрим на результаты, и тогда мы определенно сможем использовать партнерскую модель и продавать ее как подписку. Никаких проблем. Опять же, это хороший стимул для маркетологов-партнеров зарабатывать деньги, не так ли? Так что мы планируем сделать и это. Но пусть бот запустится первым. Мы предоставим вам бесплатную пробную версию. Вы зарабатываете деньги, тестируете его и запускаете. Давайте все вместе перейдем на одну страницу, и тогда мы сможем подумать о том, как заработать на нем деньги. Никаких проблем. Превосходно. Это отличный способ продолжить и завершить сессию. Спасибо всем вам за то, что вы здесь, и за ваши замечательные вопросы. Но это почти все время, которое у нас есть для подготовки этого обновления. Если у вас возникнут какие-либо другие вопросы, вы сможете обратиться в службу поддержки в субботу, у вас есть возможность связаться с нами по восходящей линии, а также отправить заявку. Если у вас возникнут какие-либо другие проблемы. Так что мы с нетерпением ждем встречи с вами на будущих показах, а в следующую среду у нас встреча с Чивесом. Так что будем рады видеть вас там. Большое вам всем спасибо за то, что вы здесь в Чивесе. Еще раз большое вам спасибо за то, что уделили время сообществу и пришли поделиться этой информацией, а также ответить на несколько вопросов. Верно, верно. В заключении я хотел бы сказать, что мы на правильном пути. Все идет вовремя, развертывание проходит успешно, и мы готовы к запуску 5 апреля. Так что продолжайте настаивать, продолжайте делать то, что у вас получается лучше всего. Я делаю то, что у меня хорошо получается. Вы делайте то, что у вас хорошо получается. Хорошо. Давайте встретимся 5 числа на том же месте, а потом устроим вечеринку. После запуска у нас будет грандиозное мероприятие. Хорошо, я обещаю всем. У нас будет грандиозное мероприятие с еще более сложной квалификацией, и вам всем нужно пройти квалификацию, и мы все встретимся в очень уникальном месте и устроим вечеринку. Хорошо, я обещаю. Все в порядке. Большое вам спасибо. Ваше здоровье. Увидимся со всеми вами в следующую среду. Берегите себя, Деп выйдет в эфир через пару минут. Спасибо вам. Пока-пока. Пока.